здравствуйте мои дорогие телезрители и конечно мои подписчики на канале youtube голова садовая все для вас вот появились вопросы скажите как справиться с зелеными плодами томатов как их правильно засолить да засолить замариновать заквасить это разницы нет главное что вы любите но зеленые томаты даже не бурые а зеленые вот посмотрите здесь прям подобрано целое семейство здесь кстати вот тоже клубничное дерево посмотрите какие хорошенькие это уже самые маленькие ваша задача состоит в том чтобы собрать зеленые томаты в блестящем состоянии в глянцевом а не в матовом если томатики будут матовые то есть не будет такого блеска как лаком покрытая значит они еще не достигли своей зрелости даже никакой я бы сказала и они вряд ли покраснеют скорее всего испортится а если они покраснеют то вкусными не будут поэтому ждем когда они станут глянцевыми блестящими собираем ну и вот пришла пора засолки хотите засолить круп целыми пожалуйста если у вас не такие малышки а вот такие вот значит они будут резанными а засолка то она же простая ну надо сделать вкусно вот знаете если вы собрались посолить замариновать заквасить что-то абстрагируйтесь от всего мира вот вы и вот продукт не испортите вы ничего потому что в составе вот этого всего вкусного масса продуктов которые как бы до дополняют ну что такое зеленый помидор вы же вот так даже с солью с сахаром есть не будете так вот если дополнить его специями ароматными да приправами конечно это будет вкусно и вы всю зиму будете с картошечкой там как вкусно да просто не знаю тещи жены сестры ну обратите на меня внимание отвлекитесь от своих телевизоров значит так чтобы было вкусно на дно каждой баночки здесь у меня кстати огурцы есть ну речь идет о помидорах мы потом засолим эти огурцы на дно каждой баночки прежде чем отправлять туда томаты мы должны отправить туда что-нибудь придающие аромат первое что я сделаю это вот лук с толстыми шейками которые никак не может определиться в жизни засохнуть ему или погибнуть ему я его просто обкромсала с обе стороны начистила в пакет и в холодильник значит я нарезаю кольцами в пол сантиметра лук вот так вот да чтобы это было помните что кроме того что вкусно должно быть еще красиво понимаете вас за что любят за то что вы вкусная и красивая вот вот столько лука для такой баночки достаточно и все отправляем туда колечки можно разобрать это конечно будет тоже очень красиво посмотрите как это делаю я в каждую банку всегда значит дальше кто-то любит петрушку а кто-то терпеть ее не может вот для тех кто терпеть не может петрушку для этого у нас есть морковка я отрежу сейчас кусочек мне больше не нужно значит я ее почищу обычным методом вот правда все очень и у меня есть вообще-то чистилка специальная я обычно ей пользуюсь но раз уж не взяла сразу постараемся сделать это вот так значит для того чтобы вам было приятно вот дочистите до конца наберитесь терпения значит и вашим домашним было весело когда банка откроется с этими помидорками зелеными конечно там должны быть яркие цвета давайте колечками ну можете сделать фигурные у нас же есть такие резалки да можете вырезать цветочки самолетики и звездочки все что угодно детки вообще очень хорошо реагируют и едят с удовольствием когда в банках что-нибудь необыкновенное значит в каждую банку по несколько колечек морковки это это нежнее чем петрушка у нее у морковки немного изысканный вкус у петрушки он такой конкретной пряности а у морковки по-другому но я при всем при том что кладу морковку я еще положу конечно туда веточки петрушки вот такой вот настоящий зеленый то есть хотя зелень как некоторые говорят ой из-за зелени все вспучится девочки чего это вдруг скажите если вы маринад правильно сделаете ничего там не вспучится убираем все лишнее обрезаем все что там у нас цепляется так укроп по веточке много не нужно потому что там эти продукции будет немного так по веточке укропа а я уже слышу как кто-то говорит а куда тогда помидоры уже напихала полные банки не забудьте что чеснок это тоже обязательные ингредиент как говорить правильно как говорят наши замечательные кулинары значит ну вот этот очень здоровый и он будет мешать томатом и огурцам я его разрешу просто пополам значит чеснок укроп морковка петрушка вроде когда теперь здесь у меня находится черный перец горошком вот он перепутала по 3-4 крупинки больше нельзя баночка слишком маленькая объем маловат значит гвоздика аромат у огурцов нет туда гвоздика не нужно но зеленые помидоры все таки будут куда вкуснее и изысканнее если по одной звездочки гвоздики в баночку но я хочу одну баночку оставить без гвоздики вы узнаете почему значит лавровый лист ну конечно по листочку ну а как без него это же наша русская пряность как я понимаю значит если хотите остро пожалуйста вот два миллиметра колечко туда чтобы не испортить ничего смотрите вот такой кусочек 1 1 сюда 1 сюда и 1 сюда этого достаточно уж поверьте моему черепашьему опыту значит делаю это уже на протяжении нескольких десятков лет теперь нам надо уложить помидоры хотите вот так красиво да чтоб зимой выложить да и на тарелке будет экзотика да пожалуйста пусть будет красиво если хотите не очень красиво но поплотнее набить банку тогда просто режьте даже такие маленькие половинками и укладывайте так плотно чтобы у вас все там уложилось так как вы хотите ну я не буду резать потому что помидорки просто красавицы и я хочу оставить их эту форму о форме это все хорошо но тут на носике какая-то проблема значит укладываем я видела еще одну проблему на одной помидорке посмотрите видите вот она проблема вот она пятно это гниль и в банку это не годится вот сюда убираем это значит здесь есть хорошенькие это матьки они промыты промыты между прочим еще и в очень горячей воде с раствором уксуса я всегда так делаю выполаскиваю не только овощи зеленую всю вот эту зеленку горячая вода с уксусом для того чтобы кислая среда погубила все что готово бы взорвать наши банки и обязательно крышки и банки выполаскиваю тоже такой же воде значит тут красавчики клубничное дерево и я дополню банку вот такими малышами так ну вот как то вот так может еще один войдет ну наверное да наверное войдет ну вот видите три осталось но ведь это тоже замечательно как раз чтобы поужинать на тарелку если у вас сами понимаете какой-то романтический ужин сюда нужно будет тоже помидоры ну я оставлю эту баночку я хочу вот эту заполнить смотрите огурчики вот здесь у нас нет гвоздики я поставлю огурцы вертикально вы помните да один огурец вниз попой другой вверх попой так чтобы они складываясь объем не теряли вот так вот очень просто огурцы разного размера это кстати последние огурцы я надеюсь в теплице уже и снег на даче идет там и все как бы замело практически огурцы все есть и есть причем ровные прямые просто красавчики так вот уже не лезет что-то я не так тут за укладывала предпочту вот таких малышей которые займут достойное место заполнят объем и это тоже знаете давно что-то как-то мы едим что ли совсем не те продукты но уже как-то исцелим меньше солим то есть и едим меньше ну это хорошо с одной стороны так ну вроде как вот так вот вот остались три огурца три помидорки и мы сейчас что сделаем правильно зальем кипятком для первого раза зальем чистым кипятком значит заливаем вода только скипела вы задаете вопросы такие например а у меня нет подвала но очень хочется заготовки значит иметь и обязательно на зиму потому что все выросло всего много а как сделать так чтобы без подвала и например конечно в холодильник все не сложишь хотя холодильник такой как наша любимая бирюса она лучшая вообще на планете земля есть холодильники куда можно 48 банок полутора литровых до затолкать еще как но если вы все-таки нет такой возможности нет подвала нет подполья вот заливку которую мы сделали сейчас нужно подождать ровно 7 минут первая заливка если вы хотите хранить без подвала залейте второй раз и держите кипяток еще пять минут чайник надо подогревать конечно да до кипения и третья заливка будет маринадом который вы сделаете и зальете в третий раз вот тогда ваше соленье варенье маринады будут храниться без подвала просто в шкафу или в диване или за ним где-то там где батарея подальше но помните что срок хранения на таких заготовок он не вечен ну вот они сохранят тот вкус и все что мы там туда положили эти ароматы но уже на втором году жизни банки конечно там вкус уже несколько ухудшится съедайте заготовили на год на сезон и съедайте все сейчас пройдет 7 минут я солью эту воду и уже буду заливать маринадом кипящим а что туда положить я вам скажу обязательно заканчиваем нашу засолку нам осталось только маринадом то есть маринадом залить наши огурцы и помидоры и еще раз если вы хотите чтобы это все очень долго хранилась без холодильника заливаем первый раз кипятком 7 минут 7 до сливаем еще раз кипятком 5 минут сливаем зачем все это надо а для того чтобы максимальное количество воздуха вышло из огурчиков и томатиков для того чтобы там инфекция никакая не была воздухе всегда найдется маленький вирус который возбудит это все и все это взорвется а вот третий раз заливаем маринадом где сахар и соль на вот это количество маринада которые я приготовила я положила на две баночки три столовых ложки с небольшой горкой сахара и одну столовую ложку соли я предпочитаю чтобы продукция приготовленная да законсервированная была вкусной была приятной на языке не люблю не кислая абсолютно не соленая жестко люблю все вот сладенько и гладенько значит кроме того что здесь находится маринад здесь помытые ополоснутое кипятком с кислотой уксусной крышки они тоже с маринадом прокипятились для того чтобы однородной была среда закрывающиеся этой крышки с маринадом который там будет находиться но для того чтобы это все работало нам понадобится уксус мы введем его последний в маринад не стала вводить потому что слишком маленькое количество значит наливаем все просто наливаем быстренько 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 так вот смотрите вот так чтобы булькнула знаете да как это у хозяек называется до краев от еще краев не видишь что ли вот до краев чтобы было так крышки стоят на изготовке ну вот здесь пузырьки еще выходят и количество рассола немножко уменьшается но нам надо таким образом его уменьшить чтобы уксус взошел туда это разведенный уксус это 9 процентный поэтому я почти почти ну скажем две чайных ложки 9 не 70 а а вы можете 70 только пол чайные ложки вот я буду вводить так чтобы у меня булькала через край я все делаю по вкусу дорогие мои и еще войдет чуть-чуть вот капельку просто просто я уже настолько привыкла делать на глаз что мне все эти рецепты они однозначно уже не очень интересны так крышки готовы к закатыванию огурчики на огурчики посмотрите и сейчас это все булькнет и потечет по банке поэтому салфетка под ними стоит опа так а вот тут уже ну попробуем все все прихватили так это все не нужно дотянусь и уберу а теперь нужно закрутить так чтобы это было действительно очень хорошо закручено и не открылась обязательно салфеткой банка горячая потому что мы только налили туда кипящий рассол теперь поменяем местами а горячо да я умею закрывать банки потом открыть сама не могу а теперь дам им отдохнуть две-три минуты мы отправим их под теплую ну то есть это называется глубокая стерилизация сначала салфеткой потом теплым полотенцем а потом какой нибудь ненужной курткой и оставляем вот в таком теплом закрытом состоянии эти банки до полного их остывания а уж потом убираете либо это холодильник либо это подполье подвал ну либо шкаф или за диван приятного вам аппетита и удачи в консервировании мы должны готовить все сами потому что это вкусно